Музыка 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 Потом собака выводится из разведения А для мальчиков? Либо 6 пометок А мальчики? Пожалуйста, сколько вяжутся Сколько у них есть возможность быть племенными Сколько они ими являются Светлана, я заметила, что у Сиба Ину Вообще просто великолепная шерсть Они прям такие мишки, такие мягенькие Я бы сказала, норка Да, возможно, это норка Расскажите, как ухаживать за шерстью Сиба Ина? Какого-то отдельного ухода, пока они не в линьке Шерсть не требует Естественно, определенный уровень гигиены должен быть Тем более, если вы, например, живете в квартире И у вас, например, разрешено собаке спать на кровати Лично мне было бы неприятно Собаку с улицы положить рядом с собой на кровати Если у меня это позволено делать То, естественно, у меня собака моется раз в неделю По-любому А целиком? Моется целиком Моется целиком Да, и, естественно, ввиду их двухкомпонентной шерсти Из-за того, что вы моете При мойке шерсть промокает до кожи А внутри у них очень густой подшерст Даже коже не видно Их обязательно надо высушивать феном Высушивать феном, чтобы весь этот подшерст был просушен Потому что, если он не будет просушиваться И у вас там будет постоянно собираться влага Будет подшерст, ну, как бы Влажно же будет преть И вы будете получать проблемы с кожей Естественно, в том числе И такое очень часто бывает Люди как-то этого не понимают Вот, поэтому Ну, опять же Я всем своим тоже Владельцам собак У меня когда спрашивают по поводу мытья Я всем своим владельцам собак Говорю, что Мы живем в урбанистическом мире Наши города Это не Альпы С воздухом И не Эльбрус Воздух там не чист Совсем Извините, мы когда приходим вечером домой Мы с вами умываемся Конечно, мы тоже И можем видеть, сколько грязи Мы смываемся с улицы Вот эта вся грязь, она оседает на шерсти животного И она точно так же забивает поры Она точно так же забивает и грязнит шерсть Она точно так же делает шерсть грязной И, соответственно, точно так же будет влиять пагубным образом На кожу дальнейшем животного Поэтому в городских условиях собаку мыть просто необходимо Дальше Количество этих моек может варьироваться Вашими желаниями, возможностями И в том числе финансовыми желаниями Потому что, конечно, желательно использовать определенную косметику Если вы будете часто мыть собаку мылом просто с водой И при этом не сушить То испортится, конечно же И шерсть и так далее Это само 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 разумеется Значит, если вы будете использовать правильные приспособления для этого Которые так же есть Профессиональные, наверное, да? Профессиональные, да Ну, они есть и для домашнего использования Близки к профессиональным То есть это все тоже можно делать То, конечно, вы таких проблем иметь не будете И собака будет в хорошем виде И чистая И, в общем-то, все у нее будет хорошо И чувствовать она себе тоже будет хорошо Поэтому я рекомендую Вот мои рекомендации, да? Значит, мыть собаку Значит, либо раз в неделю Либо раз в две недели Наверное, раз в две недели Если просто в обычном режиме Для соблюдения гигиены Вот, хотя бы раз в месяц Хотя бы Вот И, соответственно, если Она линяет То ее надо обязательно помыть Во время линьки несколько раз Для того, чтобы избавить От шерсти, которая выпадает Соответственно, делается такая некая СПА-процедура Которая скрывает полу Волосы вылетают На место него растет новый И это, конечно, в несколько этапов делается И делается несколько раз Вот Поэтому Во время линьки, да Их надо мыть часто И мыть обязательно с профессиональным феном Чтобы выдувать всю эту шерсть Из них старую Чтобы новая быстрее росла Тогда у вас проблем с шерстью У собаки не будет И выглядит она будет всегда очень хорошо Светлана, подскажите Есть ли какие-то особенности Содержания собаки Ну, допустим, в городе Или в частном доме Не важно Я просто смотрю Вот тут вот есть Клетки Да, как они вообще Это переносит Нужно ли хозяину Может быть там первично Пока щенок маленький Не знаю Приобрести какую-то Вот клетку В которой он может Ну Быть пока нет Хозяина дома Да Ну, смотрите Это очень важный момент Я всегда всем говорю Клетки Это у нас в голове А вот для собаки Это домик В котором ему хорошо У нас с вами У всех есть желание Спрятаться куда-нибудь Периодически Конечно Уголочек И так далее Вот для собаки Если клетка Будет тем самым Укромным местом Куда она сможет Спрятаться И уйти отдохнуть От суеты От гостей От того-другого То у вас вообще Не будет никаких проблем В совместной жизни Вместе с собакой Это касается Не только Сиба Это касается Вообще любой собаки Далее Клетка Это очень хорошее Подспорье К воспитанию собак Потому что Если Вы, например Куда-то уходите А у вас Маленький щенок Который будет Искать себе развлечений Пока вы где-то уходите Понимаете Если Очень многие вещи Щенки просто Перерастают Например Если они не научатся Грызть мебель Они ее никогда Потом грызть не будут Если они не научатся Грызть обувь Они никогда Не будут ее грызть Грызут они Мебель и обувь Не только потому Что у них Меняются зубы Можно же им Для этого Купить разных Погрызелок Им скучно И просто скучно Они загрызают Знаете Как дети Грызут мокти Ну да Они загрызают Или там Дети Берут ножницы И начинают Они просто школьничают Ну как бы да И они пытаются Себя развлечь Значит Вы можете Приучить щенка К клетке Сказать Что это его домик Приучить его Там сидеть И когда вы уходите Вы закрываете Просто щенка В клетке И все спокойно сидят Щенок спокойно лежит Вас ждет Пока вы придете Вы приходите У вас все цело Да Вы радостно Встречаетесь И дальше занимаетесь Своими делами У всех все прекрасно А когда вы приходите Домой У вас там Кварда Какая-то У вас с чего Начинается Мы расстраиваемся Мы Ну как бы Реагируем На это Ну конечно В любом случае Что-то делаете Вы все равно Расстроены Представляете Ваш щенок встречает Вы пришли А у вас Значит Борьба внутри А у вас нет дивана Что делать Да Что делать Вот с этим совсем Потому что Вы понимаете Что наказывать щенка Который Может быть Три часа назад Уже это все Сгрыз И уже забыл Конечно Не имеет смысла Уже как бы Не имеет смысла Да А не отреагировать Вы на это Тоже не можете Конечно И радоваться Тоже вы не можете Потому что Чему тут радоваться Да Вот И вот Для того Чтобы этого всего Не было Да Вот этих вот Таких моментов Клетка Очень хорошая Подспорье В воспитании щенка И если вы будете Правильно использовать Это То у вас Проблем Воспитании Будет значительно Меньше Дальше Третий аргумент За клетку Перевозка Ну то есть Вы куда-то ездите А может мы Прям на секунду Вернемся К вопросу Именно клетки Расскажите Ну для Наших зрителей Ведь невозможно Сразу купить собаку И закрыть ее там На целый день Нужно как-то Приучать Правильно Конечно Постепенно Постепенно Приучать Сначала Сначала у вас клетка Открыта И у вас там Собачка кушает Например Только кушает И занимается Своими любимыми делами Например Косточку любимую Грызет Только там Для нее Как бы Нахождение в клетке Это связано Со всем Самым хорошим Ни в коем случае Клетка не должна быть Способом наказания Это важно То есть Не должно быть Такого Что у нас Наскотничала А вы ее Заперли в клетке Этого Ни в коем случае Нельзя Все Вы сразу Сделаете Отрицательное Отношение К животного К объекту К этому Естественно Даже логично Поэтому Все Только самое Хорошее В клетке Происходит Поэтому Она будет С удовольствием У вас потом Увидит миску В руках И побежит В клетку И скажет Давай мне миску Кушать То есть Постепенно Приучаем Клетке Потом Постепенно Закрываете Дверь На 15 На 20 Минут На час Уходите Приходите Открываете Чтоб собака Понимала Что вы Когда-нибудь Вернетесь Обратно Точно И спокойно Сидела Ждала Вас Вот Это очень важно Поэтому Друзья Кто Ну то есть Прислушайтесь Когда вы Покупаете Клетку Попать Щеночка Нужно Обязательно Приучить Его К этой Клетке Чтобы Не навредить Как говорится Ну Щенку Ну либо Щенок Будет Приучен Клетке Вы Спросите У заводчика Об этом Потому что У меня Некоторые Собаки Бывают Приучаются Клетке Сразу Складывается Так ситуация Что мне там Надо разделять Как-то Подметы Щенков И так далее У меня Некоторые Приучаются Клетке И как бы Вообще С этим проблем Никаких нет То есть Это разговор Спасибо большое Простите Что я вас Перебила Да Перевозка Итак Третий Аргумент Перевозка Ну перевозка Конечно Если мы говорим Про самолет Таких пластиковых боксов Для переноски Сделанных Для перевозки Собак Сделанных Вот Если это с вами Машина То это может быть Вот именно Клетка Значит Опять же Это с целью Безопасности В том числе Ну потому что Машина Могут бегать По салону Она может Испугаться Забежать вам Под В ноги Под педали Слушайте Случай У нас были Случай Когда люди Попадали В аварию И собаки Убегали Из машины Причем Ничего плохого Не случалось Но собаки Убегали Из машины Потому что Они пугались И все И терялись Потом Если бы собака В этот момент Была в клеточке То естественно Никто бы Никуда не Случилось То есть Вот эти все Моменты Они важны И для перевозки Клетка нужна Потом у меня Например Многие мои владельцы Ездят на рыбалку На охоту Они берут Собаю клетку И спокойно Совершенно В этой клетке Собака Там сидит Пока он Рыбу ловит В 4 утра Потом Выпускается Собачка Из клетки Они там радостно Два часа Гуляют Что они там делают Потом Ему надо Пойти куда-то Отлучиться Собака Сажается в клетку Понимаете Это очень Удобный В быту Инструмент Для сожительства С собакой Которая Может быть Все время С вами Поэтому Опять же В гостиницу Очень часто Бывает Разрешено С животными И Навстречу Вам идут По разрешению С животными Если вы говорите Что мое животное Умеет сидеть В боксе Или в клетке Показывайте В клетку Пока никого Да И как бы Все Администраторы Гостиницы Или апартаментов Очень часто Идут навстречу Именно потому Что собаки Приучены К боксу К боксу К клетке К сиденью Отдельно И так далее Потому что Всем комфортней Так конечно же Да Конечно И спокойней Поэтому Опять же Вот В этом отношении Тоже Клетка Очень хорошая По спорю Светлана Подскажите Пожалуйста Как выбрать Щенка Сибаину И из чего Складывается Цена Щенка Ну смотрите По поводу Как мы уже С вами говорили В начале Что во первых Это надо выбирать Замотчика Который вам Естественно Покажет Подскажет Направит вас Да Под ваши Надобности Подберет собаку Потому что Все собаки Разные Характер у всех Разный Возраста У всех Разный Лучше взять Кому-то Лучше взять Совсем Маленького Щенка Кому-то Лучше взять Подрощенную Собаку Воспитанную Заводчиком Может быть Посоветуют Каких-то Еще Заводчиков Если у Заводчика Нет Заводчиком Заводчик Это первый Человек С которым Вы общаетесь И он В любом Случае Направит Самый Главный Он Вас Направит В правильную Сторону И Расскажет Вам Как Щенка Лучше Выбрать И по Каким Параметрам Вот Поэтому Вы В первую Очередь Ищите Питомник И в первую Очередь Ищите И общайтесь Заводчиком Это самое главное Если вы Эти два Правила Соблюдете То В общем Больше Никаких Проблем Не будет То есть Если мы Конкретно Говорим Про Сибуину Я могу Сказать Что в интернете Про Сибуину Написано Очень много Всякого Разного И не все Соответствует Действительности Далеко Больше 80% Действительности Не соответствует Сказки Вы Не сможете Отфильтровать Эту информацию Потому что Опыта у вас нет И Ко мне Очень часто Бывает Звонят Люди Ой Мы столько Всего Читали Мы столько Знаем И такие Готовые Так как Я когда-то Тоже Была Такой Вот И Стремилась Узнать Максимум Про Тему Которой Я собираюсь Заниматься Я Никого Не Расстраиваю И Не говорю Что Что-то Вы сделали Не так Или Зря И так Далее Потому что Я понимаю Что Люди Старались Хотели Занимались И Наверное Это Тоже Хорошо Вот Но Все равно Главное Чтобы Полученная Информация Через Интернет Не Заслонила То Что Вам Будет Говорить Заводчик Вот Это Самое Главное Чтобы Вы Могли Правильно Владеть Этой Информацией Поэтому Основное Это Заводчик Если Вы Уже Определились В этой Породе То Вы Просто Ищите Питомник Заводчика И Покупаете Собаку И В общем Счастливо С ней Живете С ней Живете Да Соответственно Один из Главных Параметров У нас Сейчас Наверное Всегда Это Цена Собаки Да Я Могу Сказать Что Цены На Сибуину Разные Но В принципе Ценник Держится Достаточно Высоким Это Связано С Тем Что Собака Сложная В разведении Непростая В правильном Содержании И Нормальный Заводчик Вкладывает Огромное Количество Сил В То Чтобы Получить Качественного Щенка Поэтому Качественный Щенок Не может Стоить Дешево Помочь Многим Причинам Ну Помимо Того Что Это Постоянное Обслуживание Здоровья Еда Качественная Билет Наверное Обслуживание Ну Ветеринарное Обслуживание Конечно Грум Опять же Занятия Какие-то Потому что Если собака У вас будет Сидеть все время В вольере Не заниматься Ни с кем Никогда Ничем Элементарно Походы На выставку К ним тоже Надо подготовиться Это тоже Занятие Даже И тоже Интеллектуальное Занятие Поэтому Невозможно Невозможно Сделать Потому что Риски Связанные С разведением Присутствуют Регулярно Постоянно Потому что Это животные Они болеют Болеют Иногда Бывает Тяжело Их приходится Лечить Это естественно Краты Конечно Траты Незапланированные Понятное дело И запланировать Их невозможно Никаким образом Потом Есть еще Например У питомников Которые Долго Существуют Они В основном Все-таки Свое Старшее Поколение Никуда Не отдают Содержание Собак Это содержание Чистой воды Они вышли Из разведения Жить они Будут Долго Их будут Точно так же Любить Но На содержание Их надо Точно так же Тратить Конечно Деньги и время Потому что Если старика Ставить без внимания Старик зачахнет И Им тоже Надо заниматься Вот у меня Собака Моя первая Которая 10 лет Я везде беру Его с собой Он везде Со мной ездит Как только Я его перестаю Убрать Он через месяц Начинает тухнуть Забиваться под кровать Как старый дед Себя ведет Все ему не нравится Все у него болит У него начинает Трохо работать Желудок И так далее И так далее Поэтому Приходится И нормальный заводчик У которого Собаки Собаки Это наша часть жизни Конечно Не просто Животное Как сельскохозяйственное Я вас умоляю Нормальное отношение К коровам Ярко обожаю Тех коров Которых доит Ну это нормальное отношение К животным Вообще люди Которые работают К животным Они любят Не только свою работу Они животных любят В первую очередь Невозможно Невозможно Нормально Работать с животными Если ты их Не будешь любить Любовь подразумевает Под собой Бесчетное количество Какой-то отчет Да Вот Поэтому вот так вот Прям посчитать Это все В копеечку Ну невозможно Поэтому конечно Цена на щенка Которого Ты отдаешь Покупателю Она будет В любом случае Она будет Значительной Она незначительной Не будет Неважно Даже если это собак Пэт уровня Ну то есть Какими-то недостатками Все равно Он будет стоить денег Он будет Бесплатным И это надо понимать Плюс ко всему Я могу сказать Что Конечно Разные бывают Исключения из правил Но К сожалению У людей Есть такая История Что Что дается бесплатно Потом не ценится Или то Что дается за маленькие деньги Потом не ценится То что ты покупаешь За Во что ты вкладываешь В какую-то Весомую сумму Ты потом Это Это не только Не только про собаку Это про все Это про все Это конечно Но это Это свойство человека Да Особенности наши И это надо понимать Это наша психологическая Особенность Надо понимать Поэтому Не один Уважающийся Замочек Это касается Не только нашей породы Это касается Любой породы Не будет дешево Продавать свой труд Никогда Согласна Потому что Это в том числе Хоть какая-то Гарантия того Что продукт этого труда Будет иметь ценность В глазах того Кто его приобретает Да Да Согласна По-другому никак Вот Поэтому вот эти все моменты Они присутствуют И я могу сразу так сказать Никогда не покупайте собаку За маленькое количество денег Никогда За однозначно какой-то подвох Ну не просто так Не бывает За три копейки Кнорике Никогда Никогда Вот Поэтому бывает так Что вот у меня был один случай Когда я своего щенка Бесплатно отдала Ну как бы Если что-то случается Или какая-то есть Особенность Да Заводчик Ну то есть Правильный заводчик Он просто Отдаст собаку Хорошие руки С определенными обязательствами Естественно С отслеживанием С отслеживанием жизни Он не отдаст Родословное Он не отдаст документы Ну то есть Это будут какие-то условия Ну чтобы не было Вязок каких-то Незапланированных Соответственно Под стерилизацию То есть Это будут какие-то условия Определенные Которые Да Другая сторона Должна будет Соблюдать Ну и это Однозначно Не будут чужие люди Ну то есть Это будут кто-то там Свой при себе У себя Там друзья Знакомые И так далее Знаете Называется Мягкий диван Найти собаку Да Хорошие Хорошие ручки Да То есть Вот так вот Чтобы вот бесплатно Я одно время Прям У вас пэтов нет Ну я говорю Нету пэтов Я стараюсь Так чтобы в моей деятельности Пэтов не было Нельзя получается Одну собачку мы кормим А другую мы не кормим Одну собачку мы лечим А другую Собачку мы не лечим Вот эта собачка хорошая Мы с ней занимаемся А эту Мы вообще никак не трогаем Конечно Все же одинаково Потом более вам могу сказать Еще такая В пэте есть подводные камни Потому что Что такое пэта Ну хорошо Если это вопрос А краса Это одно А если Предположим Криптор Или гермафродит Нужно об этом Или неправильный кригус Крипторх Что такое Крипторх это значит Когда семенники не опустились в мошонки То есть собака не может В дальнейшем Участвовать Без семенников Она не может участвовать Но тут понимаете Еще в чем вопрос У вас например Кобель с яйцами Ну в смысле С семенниками Опустившимися в мошонку Он может не участвовать В разведении По разным причинам Но он будет здоров С точки зрения природы А крипторх Он не здоров Крипторхизм Это болезнь А это болезнь уже Конечно И это может провоцировать Различные В том числе Опухолевые процессы Проблемы с характером Проблемы с гормональной системой Потому что эндокринная система Плохо работает То есть там есть свои нюансы Эндокринная система Влияет на работу Желудочного кишечного тракта Могут быть проблемы с желудком Какие угодно могут быть проблемы Воспалительные процессы В итоге это может быть Какая-то кастрация Или вообще операция полостная Потому что Эти семенники Там еще надо найти То есть это Может привести К дополнительным Тратам Которые будут равняться В итоге Стоимости покупки Нормальной собаки И это надо понимать Что пэт Это Желание купить пэт Не должно быть связано С деньгами И как бы Если заводчик продает Пэт чуть дешевле Совсем не значит Что именно на пэт Надо нацеливаться И Здесь нужно понимать Например Собака с неправильным прикусом Она может Потом в итоге Получить проблему с зубами А проблема с зубами Это опять же здоровье Здоровье Конечно Здоровье и зубов И полости рта И желудка Всего того же самого И Проявляться это будет В возрастном периоде Животного Ну да Когда она уже Когда она там перевалит За 4-5 лет И вы получите проблему Что вы потом будете С этими зубами делать Ну да Понимаете То есть Некоторые Например начинают Это исправлять А это зубные А зубные у собачьей Стоят дороже Чем человечь Я вам скажу Вот По уровню Ценник ветеринарии Он абсолютно сравнен С человеческой медициной Да С людей Поэтому сколько вам Потом придется Вложить в этого пэта Одному богу известно И Там Можно выбрать Там какой-то пэт Там условно По окрасу Да Или по росту Ну как бы Да Пэт Но Все остальное Это непредсказуемо Потом Всегда надо понимать Что собака Пэт уровня Пэт класса Это все равно Выщепенец Ну Не в стандарте С чем связано Это выщепление И этот не стандарт Что еще там Подтянулось По генетике Никто Нам к богу известно Конечно Поэтому естественно Заводчик это продает Дешевле Именно поэтому Но так как его работа Все равно стоит денег Все равно какие-то деньги А вы покупая Такое животное Не имеете никаких гарантий Совсем Поэтому лучше всего Покупать Конечно Щенка Да За нормальные деньги За ровного щенка За нормальные деньги И стоимость этой собаки Светлана Спасибо большое Что поделились Ну это просто Бесценный опыт И я думаю Что это Бесценная информация Для людей Которые хотели бы Купить Сибыну Да То есть Посмотрев наш ролик Эту информацию Кто-то задумается Наоборот О покупке щенка Кто-то Приостановит Своё желание Купить И Ну Почитает Светлана Найдёт заводчика Возможно Свяжется с вами Вот Вы Все Расскажете Поэтому Спасибо огромное Это было Очень интересно Очень Информационно Пожалуйста Да Спасибо Да Друзья Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Под видео Если у вас остались Какие-то вопросы Пишите Мы обязательно На них ответим До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok